Когда мы говорим с вами про криптобиржу, то первое, что приходит в голову, это, конечно же, торговля криптовалютой. Но сегодня я вас очень сильно удивлю. Сегодня мы поговорим о новом партнере нашего проекта под названием BingX. И это не просто название. Это название воплощает в себе то, чего так долго ожидали все форекс-трейдеры мира. Это та самая криптобиржа, на которой можно торговать впервые в истории форекс-парами. То есть, много вероятно, что буквально через несколько лет это будет единственной площадкой, где можно будет торговать форексом на реальной бирже. То есть, видеть реальных участников торгов на этом децентрализованном рынке. Ах да, это еще та самая криптобиржа, которая позволяет вам еще и торговать в терминале MetaTrader 5. Не только в веб-терминале, к которому вы привыкли. И не только в MetaTrader 4, как это есть на криптобирже Bybit. Это вторая биржа, которую я знаю, которая внедрила торговлю через форексиатский терминал MetaTrader. Это возможность использовать любые торговые роботы, любые индикаторы, коих просто миллионами создаются на сервисе MQL5. Добавляем сюда самую глобальную просто сеть копирования сделок по всему миру от BintX и от MetaTrader, то есть MQL5. Мы получаем возможность зарабатывать абсолютно любому новичку. Поэтому по факту, перед тем, как я начну обзирать эту биржу, показывать вам сайт, что там есть, как пополонить, как выводить, как это все использовать, где там найти рынок форекс и так далее. Давайте так, самое важное, вот что сейчас остается, да, вот понятно дело, что эта криптобиржа точно интересна каждому. Я когда услышал от менеджера, повторюсь, когда они со мной связались, я услышал, что Антон, мы предоставляем не только криптовалюту, мы предоставляем еще возможность торговать валютными парами. Я говорю, все, беру, потому что моим ребятам, моим подписчикам это будет точно интересно. Самый важный для нас вопрос, это лояльность к российским пользователям, потому что моя аудитория плюс-минус, ну, вся русскоговорящая. И мы точно убеждены в следующем, если биржа хоть как-то предвзято относится к трейдерам по признаку его национальности, у этой биржи не будет будущего, это то, что сейчас происходит с Binance, и все, что ее ждет, только дно и банкротство. Здесь вы можете быть уверены в том, что здесь вас никто не будет ущемлять по признаку вашего паспорта. Есть подтверждение того, что внутренние резервы компании составляют более 300 миллионов долларов. Да блин, это бюджет некоторых стран. А самый большой объем торгов за 5 лет существования этой биржи, 5 лет, представьте, это один из старожилов, составил более 800 миллионов долларов за сутки. В общем, доверять можно, если вы пользуетесь к тому же сервисом TradingView, то по версии этого сервиса данный брокер занял первое место в 2021 и 2022 годах. Ну что же, начнем с подтверждения резервов. Вот здесь выбираете дату, здесь смотрите количество резервов биржи относительно средств, которые сейчас имеются на кошельках пользователей. Как мы видим, резервов, ну как минимум на 20% больше. Скачать адреса кошельков и убедиться в этом можно, нажав на эту кнопочку. Заходя на главную страницу BingX, вы сразу же видите, что она является официальным спонсором футбольного клуба Chelsea. Вот они, вот. И тут же, кстати, можете принять участие в торговом состязании в размере 600 тысяч криптодолларов. Тут же мы находим с вами и три столпа безопасности. Это матрица соответствия, международное финансовое учреждение, предоставляющее бла-бла-бла. В общем, очень круто и модно. Два файла аутентификации, но это в принципе у любого надежного брокера, если вы торгуете в Мекси, проходили верификацию, если вы торгуете на Байбите. Ну, с этим вы в принципе знакомы и просто понимаете, что это просто тупо надежно. Ну и конечно же прозрачность. 100% подтверждение резервов, ну то, о чем мы сейчас с вами говорим. Вы знаете, я ненавижу банки, но многие умудряются сказать, что ну вот сейчас у брокеров тоже требуется разнообразная верификация. Да господи, возьми ты себе холодный кошелек, забудь от него пароль и потеряй свои деньги раз и навсегда. Здесь мы имеем с вами возможные централизованные криптобиржи. Но поверьте мне, у Центробанка нашего российского, ну прям никакого воздействия на эти биржи точно нет. Да, вы проходите аутентификацию просто ради того, чтобы иметь доступ к вашим деньгам и максимальную возможность защитить их от разнообразного рода мошенников. Плюс забывай пароль, пожалуйста, всегда можно восстановить по своим как раз таки подтвержденным данным. Поэтому для меня хранение средств на криптобиржах, подтверждение своей личности, ну прям минимальное действие, которое я сделаю ради своей же безопасности. Разумеется, что на любой крупной криптобирже будут P2P-переводы. Без этого просто ну никуда мы далеко не уедем. И P2P-переводы, очень важно понимать, P2P-сама система, это переводы от одного участника к другому. Ну, к примеру, я хочу продать крипту, я перевожу чуваку в систему BingX на его кошелек, на его баланс. Все это делается непосредственно в данном окне. А он мне переводит просто деньги на банковскую карту, которую я оказал на кошелек. То есть банально это просто переводы между нами друг с другом, просто мы должны быть зарегистрированы на криптобирже. Когда я, к примеру, хочу купить криптовалюту, я просто перевожу свои деньги на банковскую карту другому чуваку. Этот чувак переводит мне крипту. Разумеется, все это криптобиржа защищает. То есть когда я продаю свои монеты, они у меня замораживают. И будут отправлены человеку только после того, как я подтвержу, что я получил деньги. В общем, если вы не знаете, что такое P2P, то вы, наверное, не очень знакомы с криптовалютами. Но я сразу же скажу, это реально безопасно. Куда безопаснее, чем переводы через Бирбанк онлайн. Данная операция по ладку не на без охранности средств. Сейчас я звоню, чтобы убедиться, что все у вас в порядке. Вы самостоятельно переводили деньги, правильно? Естественно! Банк вправе приостановить любую операцию. Где вам заблокируют перевод в какие-нибудь 10 тысяч рублей. И будут очень долго выяснять, куда это вы переводите. В общем, я ненавижу банки. Вы это уже поняли. Для того, чтобы перейти в P2P-платежи, нам необходимо на главной странице сайта просто вот навести курсор на купить крипту. Можно быструю покупку делать, можно банковские депозиты. Но если вы из России, то, скорее всего, вам лучше всего будут именно P2P. Потому что здесь мы переводим внутри нашей же страны. И у нас нет никаких проблем с тем, что у нас банковские карты там Visa и Mastercard. Или тем более мир. Поэтому выбираем P2P и переходим, соответственно, в раздел этого самого P2P. Здесь вы можете поставить купить криптовалюту, либо продать криптовалюту. Вы знаете, поначалу я тут даже ругался с менеджерами, потому что у меня вот здесь вот стояло по умолчанию почему-то уезды. Ну, то есть доллар, да? Я такой начинаю вводить все методы и вообще не вижу здесь ни Тинькофф, ни Сбербанк. В общем, я чуть-чуть было не начал ругаться, пока не додумался. Ладно, вру, я тут с поддержкой немножко уже начал переписываться и в ходе просто догадался. Ага! Вот. И вот здесь необходимо поставить рублик. И вот в таком формате вы уже будете все методы. Вот здесь можно Сбербанк выбрать, Тинькофф. То есть, допустим, мне нужно купить, да? Я хочу купить криптовалюту, допустим, я хочу купить ее там на 10 тысяч рублей и, допустим, ну, по Сбербанку мне удобно. И мне выдадутся именно те мерчанты, которые мне готовы продать, соответственно. То есть, я хочу купить, да, они мне, соответственно, продадут эту криптовалюту за определенную сумму. То есть, я нажимаю, купить у СДТ и, соответственно, мне там будет номер карты, на который мне перевести. Ну, так как я выбрал Сбербанк. Именно номер Сбербанковской карты. Для того, чтобы всем этим делом пользоваться при первой покупке или продаже, то есть, да, если я хочу продать, соответственно, нажимаю продать. У меня уже есть крипта, допустим. И я, соответственно, хочу там, ну, продать на 10 тысяч рублей, опять же, да? Ну, в этот раз, допустим, Тинькофф банк. И вот у меня, соответственно, будут все, кто предлагает Тинькофф, Тинькофф, Тинькофф. Да, тут может быть и Сбербанк, но обязательно будет Тинькофф. То есть, я выбираю цену, которая мне более всего устраивает, соответственно, чем выше, тем более выгодная цена. Ну, там могут быть разные условия. В общем, суть в том, что если у вас, вы еще ни разу этого не делали, соответственно, при моменте продать или купить, у вас затребуют либо верификацию, потому что она будет необходима для того, чтобы P2P платежами пользоваться, да? Необходимо проходить верификацию везде, даже на криптобиржу Мекс, хотя она является анонимной. Там вы можете быть анонимным, только если вы с кошельков своих перекидываете холодных и так далее, да? Но если вы хотите пользоваться банковскими картами и у вас не требуют верификацию, поверьте мне, это скамина. Не ведитесь на эту фигню никогда. Потому что здесь идет перевод от человека к человеку, и подтвердить это можно только непосредственно верификацией, чтобы вам самим просто потом банк не заблокировать. Тут, разумеется, есть и спотовый рынок, да? То есть спот, где вы можете сразу же купить биткоин, эфир и просто ждать, да? Вот как вы покупаете акции. Так вот, спотовый рынок, это есть рынок акций без какого-либо кредитного плеча. Но, что самое интересное, BinkX предоставит кредитное плечо, если вы торгуете на фьючерсах до 1-200. Вот здесь у нас находятся фьючерсы. Бессрочные фьючерсы, это то, чем я торгую обычно. То есть, если я торгую криптовалютой, я торгую бессрочными фьючерсами. Давайте перейдем, просто посмотрим. Вот у нас бессрочные фьючерсы. Выбираем здесь, соответственно, любую валюту. Допустим, я не очень люблю биткоин, но слишком дерганный, да? Допустим, вот я хочу эфир. Ввожу его здесь. Вот, можно выспранное сразу добавить. Вот у меня эфир. Я его могу как купить, то есть открыть лон, как продать, выставить стопы, тейки и так далее. Я думаю, вот про это говорить мне смысла нет. Я это показывал уже на Байбите, я это показывал уже на Мекси. Здесь ничем это вообще не отличается. Ребят, если вы уже хоть какую-то криптобиржу плюс-минус знакомы, ну, я думаю, вам это все понятно. Не буду я ваше время на это тратить. Просто поймите, что бессрочные фьючерсы, это лучше для криптовалют, а стандартные фьючерсы, это самое интересное. Видите, здесь еще МТ5, сейчас про него тоже поговорим. Но давайте к стандартным фьючерсам вернемся, чтобы и сайта прям торговать. Переходим на стандартные фьючерсы. И думаю, вот здесь вы уже видите, евро-доллар, фунт-доллар. Да-да, это оно самое. Переходим на стандартные фьючерсы. Вводим строку поиска. Допустим, мне тут нужен австралийск-доллар. Аут, ут, сады. Итак, добавим вот тоже в избранное. Добавляем, нажимаем на него сюда. И мы, соответственно, получаем с вами график австралийца к доллару. Здесь, соответственно, тот же самый принцип. Меняем тут таймфреймы. Тут у нас разнообразные инструменты. Поставили тут расширение Фибоначчи, допустим. Так вот его выстроили. Взяли тут, порисовали какие-нибудь прямоугольники. В общем, вся та же самая история. Все тот же терминал TradingView в обычном веб-терминале BingX. Добавляя инструменты в избранное, вы сразу же можете по ним вот здесь переключаться. То есть, как только я добавляю какие-либо инструменты, они у меня появляются вот здесь, в верхней строке. Очень удобно. На байбите это куда-то дели, это пропало. И мне стало крайне, на самом деле, неудобно. Вот сейчас для меня BingX является самым удобным терминалом. Прям отвечаю. Особенно с учетом того, что здесь добавлен терминал MetaTrader 5. В скором времени я его так же себе буду подключать. И, соответственно, буду через него уже показывать стратегии. Я максимально сейчас переключаюсь на BingX, потому что я считаю, что криптобиржа, которая догадалась совместить крипту и Форекс. А мы, Форекс-тридунчики, это основной актив вообще-то любой криптобиржи. Это именно мы сюда первые ломанулись. Потому что для нас привычно торговля фьючерсами. Мы всю жизнь так торгуем на Форексе. Мы можем купить, продать, мы можем там усреднять, разгружать, переворачивать позиции. У нас очень много математических систем. И все это непосредственно подходит под криптобиржи, под фьючерсы. И, разумеется, такие высокие кредитные плечи, как 1 к 100, 1 к 200. Это чисто наша тема. Поэтому та биржа, которая... Я вообще не понимаю, почему раньше это никому не приходило в голову. В общем, это то... Это будущее. Это будущее. Я вам добавляю все. Но именно здесь будет самый большой объем по Форекс-торгам 100%. То есть сейчас, если мы открываем, допустим, форексиадские пары, то у нас вот здесь в графе объема, видите, они нулевые. Потому что здесь, ну, по сути дела, нет такого большого количества трейдеров. То есть эта фича добавлена совсем недавно. И сейчас, ну, грубо говоря, те, кто первые успеют, те первые... Прям реальное понимание объемного движения. Координат. Это будет прям биржа. Биржа. Форекс. Не рынок, не вот это вот то, что называют лохотрон. Ну, не понимаешь, что такое CFD-контракты, да? А тут будет прям реально биржа. Прикольно же. Ну да, со временем. Ну да, через годы, возможно. Но, блин, лучше быть первым. Первые всегда зарабатывают больше. Ну, думаю, понятно. Да, также можно доллар-гену и вообще любые абсолютно вариации. Вот здесь мы с вами выбираем кредитное плечо. 5, 20, 100, 200. Выставляем здесь тейк-профит для сделки, да? Можно, соответственно, выставить стоп-лосс. Ну, в общем, все это можно сразу выставлять. Очень удобно, очень понятно. Все легко и просто. Давайте быстренько к терминалу Метроидер 5. Я думаю, что вы уже не дождались окончания. Уже поставили на паузу, уже зарегистрировались по-любому. Ссылки, кстати говоря, в описании. Там отдельные бонусики будут. И, конечно же, гарантии от портала Рожновский.ру. Потому что мы отбираем только самые надежные компании, с которыми у нас есть прямая связь. И в случае каких-либо разногласий с биржей, вы хотя бы сможете обратиться к нам. Итак, переходим просто на вкладочку фьючерс. И вот здесь нажимаем МТ5. Итак, здесь мы с вами можем выбрать. Бинк Икс, обычный МТ5 аккаунт. Это максимальное плечо 1 к 100%. Ликвидация 10%. В общем, все это почитайте. Драгоценные металлы даже есть. Можете золотом торговать. Дальше. Форекс аккаунт с высоким кредитным плечом. Здесь у нас уже будет 1 к 1000. 1000. Это 1000. Ребят, вы понимаете? Вот я надеюсь, что меня сейчас смотрят те ребята, которые вот как я 10 лет, ну хотя бы 5 лет, мучились этими кухнями, этими непонятными офшорами. Понимаете? Вот оно. Подтверждение. Это реальная биржа. Она существует с 18... Что-то объяснять что-то должен. Реально, если кому-то я сейчас должен что-то объяснять. Чувак, ну ты прям вот вообще не понимаешь, что сейчас перед тобой. Что перед тобой открыто вообще. Понимаешь? Не будет никаких проблем с выводом-водом. Пи-ту-пишечка. Все. Никто твои денежки, никто никуда не свалит. Это крипто... Блин, это... Я не знаю. Если мне надо объяснять, чувак, мне тебя искренне жаль. В общем, соответственно, ну здесь процент ликвидации 100%. То есть это банальная тема. Форексятный вот историю. Ну круто же. Прикиньте, и здесь подтверждены активы. То есть активы этой биржи официально подтверждены тем, что... Грубо говоря, подушка безопасности, вот этот вот актив базовый, да? Он больше, чем, в принципе, кошельки всех клиентов, которые сейчас находятся на этой крипто-бирже. Пользуйтесь. Бегите прямо сейчас. У меня на этом все. Я даже не думаю смысл тут что-то добавлять. Вот этот ролик можно было сделать максимально коротким. Просто вот показав вот эти вот моменты. За минуту можно было бы все это объяснить. Мне просто очень хотелось поделиться вот своими эмоциями, своей радостью. Это круто, ребят. Это, ну, это, это бомбео просто. Всем спасибо. Ставьте лайки за такой шикарный обзор. Я думаю, теперь при этом крипто-бирже знать будут куда больше людей. Куда больше ей будут доверять. Регистрируйтесь обязательно по ссылочкам в описании этого видеоролика. Также переходите в мой рейтинг. Выбирайте, смотрите Форекс-компании, Крипто-компании. В общем, выбирайте всех самых надежных компаний. Я собираю на своем сайте уже более 12 лет. Я торгую и более 12 лет собираю, отбираю. Поверьте мне, моему опыту точно стоит доверять. Лучше довериться мне, чем кому-то не будем материться чувачку, который вам в Телеграме пишет. У меня очень часто, если вы перейдете в мой Телеграм-канал, вы увидите там кучу историй от того, как люди разводят, просто какие-то люди в Телеграме, которые присылают какими-то брокерами. Вот, если бы вы просто смотрели именно мои ролики, смотрели компанию, есть ли она у меня в рейтинге или нет, нет, вообще не связывайте. Если она есть, точно можно доверять. Тогда у вас, вот это не разу за 12 лет, а 10 лет существует где-то мой сайт Рожновкирун, никто никого не кинул. Поэтому, поверьте мне, здесь самый лучший вариант выбирать компанию через рейтинг Антона Рожновского. Да, нахваливаю себя, ну е-мое, ребят, я 12 лет стараюсь, я могу себя хоть похвалить? Похвалите вы меня в комментариях. Лайки, подписка, обязательно жмите на кого хочешь, чтобы не пропускать новые полезные видео. Ну и что писать в комментариях, ты знаешь. Всем спасибо, до новых встреч, пока.